Пришло время создавать мощный флот. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус, продолжаем играть в Total War Империи. И, ну, входим во вкус в плане побед относительно морских. Что касается Лигури, ну, не знаю. Толпа большая. Даже если заберут, Маратха, наверное, ну, пусть попробуют забрать. Если нет, наверное, мы подкараулем. Иначе, ну, сейчас очень-очень может быть печальным для нас. Так, а противники у нас тут есть. Есть тут испанцы, которые могут флот мой потопить, если что, вдруг. Ну, наверное, придется либо новый сейчас нанять. И просто к тому, что если мы сейчас, допустим, подводим корабль, да? Ну, вроде бы мы можем и до Корсики доплыть. То есть до Корсики есть вариант добраться. При желании большом. Так, этих достаточно. Тщательно, сейчас уже хватает. Собственно, мы можем в любом случае доплыть до Корсики, да. Но здесь биться я бы не рискнул. Армия еще покоцана. Пусть и не сильно прям покоцана. Там огромное количество бойцов-бомжей. Но все же достаточно крупная группировочка. Предлагаю все-таки взять... Хотя, смотрите, не дотягивают, чтобы взять сразу. Готовы! А флот... Ну вот дотянется... Или нет он сюда? У нас уже тут линейки второго ранга даже в теории... Могут появиться. Я продолжу пока Галеру. Но если вдруг этот флот просто потопит, нам надо будет перебросить на Корсику. Хотя, если проиграет, ну нам торопиться смысла не будет, да? Зачем? Зачем? Соглашусь, все. Отставить. Хреновая идея была. Хреновая. Если, в принципе, проиграет, то куда нам торопиться? А если выиграет, то и смысла туда нет уже идти. А эту армию, ну, мы что-нибудь придумаем как-нибудь, устроим им навстречу. Так, в регионе как у нас тут? Нормально, нормально. Как у нас здесь? Это вот... От налогов поосвобождали? Копейки совсем платят. Но тем не менее. Тут вот уже посущественнее сумма. И можно пока так оставить. С другой стороны, у нас высшее сословие. Офигеть, как хорошо живет. Да, благосостояние столиц. Степень довольства. А если мы повысим? Минус 16, минус 8. Ну ладно. Сейчас не так критично поднимать налог. Я думаю. Мы переживем. Так, новые министры, которые в принципе не найдут себе места. Факт. Не найдут. Армии, остальные. Так, у меня тут. Пешком пусть пока идет. А, ну у меня вот флот есть, смотрите. Галеры. Он может забрать, если что. Да и в крайнем случае, перегоним. Ну, все, не надо. Вообще, я придумал тоже. Вот эту вот фигню. Зачем оно? К чему? Дворянин вот тут. Ожидает не пойми чего. Дуэль. 50 на 50. Да ладно, стой пока. Той, не лезь. Той, не лезь. Не выкаблучивайся. У нас через три хода здесь будет расширяться, да? Ну, через Испанию мы вряд ли просто флотилию свою проведем. Тут нас перехватят. То есть даже если я создам там второго уровня корабли. Ну, у нас галеоны вон в противниках. И галеоны что вообще из себя представляют, если подробнее? Не могу я на них взглянуть? Да? А жаль. Ну, в общем, огневая мощь 370. Обшивка. Ну, скорость 14. Короче, 370-14. Это самое главное, что нам надо знать. А мои корабли, они еще не прибыли, да? Я же их должен был сюда отправить. 370. 370. Маневренность однозначно выше. Огневая мощь сейчас у тебя посредственная. Мы посмотрим. У нас же тут есть как раз порт боевой. Так, ну, вот, к примеру, 5-го ранга, да? Огневая мощь 92. Не, он так и пишется. 92. Огневая мощь у них, офигеть какая. 5-й, 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 4-й, а вот он 4-й. То есть у нас 297-4-й. 297-4-й. Огневая мощь. И он превосходит нас. То есть с галеоном потягаться сложно. А галеоны у нас вот тут в Мадагаскаре. То есть тут флотилию мою могут втоптать испанцы. Ну, не рыпаемся тогда. Пока расслабились. Не лезем. Получается, наверное, все. Сдаем ход. Что вы желаете? Пока что значит так. Дела так постоят. Вон испанцы. Да, 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 смотрите. На нашу флотилию кинулись. Пытаются здесь. Ну, у него вот как раз галеонов пара штук стоит. Огневая мощь лютая. Это 55 орудий. По идее у него. Не дотянется? Не, не дотягивается. О, испанцы уже сами французов добивают. Чисто такая. Какая-то... Банда, говорят. К нам они не сдались. Но на мировую не пойдут. Мне кажется, испанцы. А в целом-то пока британцы и те же голландцы, у них есть еще поляки. Их надо бить. Вот. Плюс... А, я не успел заметить, Маратха победила или нет там. Армия стоит. Бомжей. Возможно, Лигурия все-таки победила. Хотя город, если бы забрали, Лигурия уже бы исчезла как фракция. Правильно? Значит, не победили. Противник захватил это поселение. Разрушает его. Разбитие добычи этих ресурсов в будущем заметно увеличит доход вашей страны. Какие? Вот ты будешь теперь доставать тут нас, да? Приобретена особенность. Так, военные технологии. Отлично. Вторжение противника. Ну, я ничего не могу сделать. Обучение завершено. Прибыл ход. Вот. У нас 55 орудий. У нас 55. А у Галлионов сколько я говорил? Тоже плюс-минус. Только же. Ну, то есть потягаться можем, но сложно. О. Это зона влияния. Разворачиваемся и уходим. Ну, мы скоро узнаем. Этот флот потопит. Эту галеру. Эту галеру сейчас буду топить. Ты прям через зону, да, влияние. Может, с этой стороны был бы вариант подтопить. Мог посмотреть точно. Как смысл. Ну, нет, так нет. Церковная школа Египет. Церковная школа Египет. Франштаб. Ромб тут собирается изучать вторжение противника. Видели-видели. Построен новый город. Где? Ярмарка Панама. 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 Ну, пора о православии тут рассказать. Церковная школа. Дальше. Керчь. А вот Керчь, в принципе, там, вроде бы, довольство. Нормальный уровень. Церквушка есть. Сельхоз-поместье. Ну, на границе тут опасно. Они сейчас нападут. То есть, это кривата эта тема. Поэтому предлагаю ремесенье завести сюда. И Гватемала. Ну, скорее всего, тоже рассказать. Хотя нет, тут рассказывать это уже не надо. Семинария возводится. Семинария. Семинария к нам приходит. Так. Ну, нормальный порядок. Я хочу сказать. Плюс-минус. Ремесло тогда. Ремесло развиваем. А куда испанцы здесь сбежали? Куда они сбежали? Это же не те испанцы. Или, может быть, это как раз тот самый отряд. Фум-фум-фум-фум. Охотятся на тебя или не охотятся? Но армии придется возвращаться здесь. Хочешь, не хочешь. Противников не должно было у нас остаться. Тут уже британцы. Французов не осталось. Короче, британцы и индейцы. Ну, плюс, как это, вот это вот. Квебек. То, что осталось после Франции, да? Зародыш Канады. Назовем это так. Зародыш Канады. Торговля. По-прежнему с индейцами недоступна. По министрам новый министр что-то интересное скажет. Ну, отвратительный, на самом деле. Отвратительный министр. Вот почему их нельзя турнуть еще до того, как ты назначишь, да? Это непродуманная мелочь. Казалось же, очевидная мелочь. Так. Что мы сейчас еще должны будем сделать? Флот. Флот пришел же. Флот мы пришел. Так, разместим, значит, в этом порту. Тут, как минимум, без проблем. Мы за один ход до точки перехода добираемся. Объединяем вас. Ремонт и обслуживание. Присоединяйся. Флот передвинули. армия в новом свете свое дело сделала большего от них не требуем а ну голландцы еще есть кстати на юге уже либо на севере южной америки дали бы в принципе на юге этого региона карибского есть еще голландцы их тоже со счетов списывать рано но вот всяких мятежников смотрите тут в ассортименте поэтому в эти земли мы зайдем и может быть начнем торговать можно попробовать хотя смысл с другой стороны создавать еще один флот правильно мы как сделаем отправим один корабль на разведку вот он будет стоять здесь так безмятежно если на него нападут но значит нападут значит мы ничего не сделаем а посушите долго будем очень долго отправить флот сопровождения которые у нас тут какой-никакой но все же есть не будет пополняться силами пока рано пока рано об этом думать надо еще там захватить все таки испанцев для начала избавимся от них избавимся и там уже будем разбираться дальше знаешь наверное иди пешком и чуйка есть что этот флот а то нет о капитулировал но когда чисто гарнизон они реально могут капитулировать хотя это нелогично но с точки зрения игровой механики это нелогично согласитесь ну что гарнизон в любом случае исчезнет а вот если войска там есть то их хотелось бы в большинстве случаев сохранить как винодельня отдельно можно а вообще кстати да винодельня касается этой самой винодельни идет надо развивать и город еще появится ну тут скорее всего один-единственный город больше ничего не будет там и церковку построим у меня насколько я помню в греции винодельни должны были быть а ну вот вот а выше уровень и сразу недовольство выскажут недовольство выскажут и значит вино с удовольствием а делать не хотят потом за счет автоматизации согласен возмущение не на этой почвы идет благосостояние региона 6000 и технология технологии исследования ромб нам не особо то нужен если честно реорганизация снабжения берем общие расходы на все наземные войска увеличится но на сухопутные войска общие расходы на все наземные войска но расходы на все сухопутные войска минус 3 процента а есть разница между сухопутными и наземными вот тут чуть расскажите возможно расходы на все наземные считаются артиллерия кавалерия и все кто типа передвигается на земле а сухопутные ну наверное в рамках этой игры это пехота может быть перевод просто такой чуть-чуть неправильный чуть-чуть непонятный окман реаля к статы я тут я же приказывал по моему снести этот колледж нет но смотрите интересно могу оставить пока мне казалось я сносил его новый город будет нет деревне уже не развиваются ну сносить тогда тебя или ремонтировать давай сносим армию мы подведем вот от этого испанца избавились вот он совсем обнаглел совсем обнаглел мерзавец тут и оставить никого кстати будет ну только если вот этих местных ну надеюсь там порядок мы возведем быстренько порядочим все паровой котел молотилка правый насос что по армиям получается сардинию взяли тут на границе все тихо спокойно ниша сословина у нас тут вообще копейки платит но если поднять он даже тысячи не выиграем сойдет и сдаем ход голландцы о смотрите какая ерундень то получается голландцы объявляют мне войну будущее союзником великобритании и в тот момент когда великобритания не мой союзник и за кем британцы останутся ну британцы не захотели нас поддержать но при этом не вступили в войну со мной и остались союзником голландии но все произошло очень резко у нас даже с поляками в итоге как-то спокойнее тут обстановка а я в курсе что-то эту галеру уничтожишь но поворот то неожиданные неприятный правильно а у нас нет армии которую могла бы захватить вот в южной америки владение голландцев а у него отправилась армия которая может высадиться у меня на островах я видел там движением неприятное в сторону вот они пирать в этой области есть они чё ли гури мы сейчас уничтожим союз расторгнуть россия великобритания торговое соглашение расторгнуты карибское море средиземное море а ну я здесь создал до бойца точно вспомнил было дело было у британия скорее всего тоже примерно так же поступит британия тоже таким похожим макаром и поступит в итоге жаль тут сообщения между островами нет а у него смотрите у него то полностью тут армия укомплектована то есть нам в любом случае биться маратха там вообще не считай ничего не сделала я могу две армии подвести сюда сейчас высадить и из италии подразделение и отсюда и спокойненько взять лигурию в кольцо и торговые пути уже освободить потому что мы скорее всего сейчас вот страдаем до по этому вопросу тут по факту даже польша и литва нам может лучше относиться начать великобритания вражда вообще вот французы италья это испанцы какого фига начали выпендриваться чё им не сиделось что вам не сиделось спрашивается доступен вспомогательный персонаж вероятность исполнения боевых потерь а ну еще до момент инфраструктуру надо же не забывать на желательно качать церковная школа это хорошо она католичество правда обращает здесь поэтому ломаем она автоматически не переназначилась на наш есть хлопок есть табак хлопок 24 табак 23 ну хлопок хлопковая плантация ну и испанцы исчезли либо убежали надо было посмотреть а может они реально здесь исчезли последняя колония у них они исчезли исчезли тоже мы размечтался все избавились от них от них мы избавились на голландцы ну вот про флот который я говорил у них кстати флейт есть но он похуже но тоже торговое судно которое можно было бы попробовать отжать до может быть у нас и будет преимущество но четыре боевых корабля таких полноценных которые превосходят его плюс у него тоже два индийца у него пять кораблей с огневой мощью поскромнее чем у меня нападать на эти земли я предлагаю вот как раз нанимать колониальную пехоту земная кавалерия стрелковая но отсюда уже привлекать никого не будем то есть то что есть в данной ситуации у меня в любом случае хотя одного индийца надо будет оставить чтобы с острова перекидывать войска мы отправим на разведку высадим где-нибудь здесь и двинемся вперед и двинемся к победе высадится он может где угодно поэтому в идеале этот флот надо топить сразу у него туземные он войска вряд ли что-то серьезное а ну-ка точно сразу походить если освобожу от уплаты этого мало на первом ходу пока мы не можем тихомирить двоих целом достаточно этих бойцов мы восполнить можем армию разворачиваем ситуация так ну ладно давайте наверное сейчас в европейском регионе смотреть что и как у нас получается василий платов назначается командующим голландцев тут армия не сказать что это сверхъестественное но пока они завязаны пока они грызутся подкрепление могут прийти значит флот переводим вот сюда армию назад и полководец уже тут берет на свои руки бразды правлениям переносная мортира назначаем гусары 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 больше кавалерий до кинем у него там артиллерию я видел поэтому лучше подстраховаться лучше перекинуть можно 4000 еще сейчас на укрепление здесь потратить поем веке точно так же как и столицу защитить да и питер тоже наверное лучше не сдавать но нанимать там я никого не стану еще перекидываем войска собственно жди у меня тут флот боленов этот флот не успеет делать упс и можно было заменить сюда и на самом деле там уже не нужен и ты я надеюсь тоже да вполне в ноль выходим если что отправим потом городскую стражу суда стрельцов можем и кавалерию в крайнем случае считай за один ход она он добегает а дороге дороги тут уже застроена и смотрите прямо у максимум в идеале этот флот может справиться и перекинуть сразу две армии я на это понадеюсь итальянцев рядом нет никто не видит правильно погрузил погрузили и высадили теперь наш следующий шаг ну сам он вроде бы дотягивается да вроде вроде может сделать даже если спрятаться бы не смог а он может меня такой расклад устраивает все две армии нас лигурии один ход нас этот поразоряет а дальше вопрос будет закрыт освобождаем а бунтуют немножечко они по бубня да на следующий ход я сюда переброшу галера размещена для наведения порядка я подвел ребят на этом направлении отношения вряд ли с кем-то будут улучшаться маратха вот единственный союзник и рук как нам заверяют да причем вот тут голландцам им выгодно кстати тоже воевать они на голландцев сейчас вот тут нападут и отберут вот этот кусочек земли с испании вражда индейцы с нами рассчитывал с вами торговать а в итоге и здесь теперь не придется а дальше на следующий ход тут будем что-то делать вроде бы все правильно насколько можно было сделать перемещение по армии гаунцы в любом случае сейчас будут пытаться поляков бить вот максимально неразумно будет со стороны искусственного интеллекта есть еще и поляки объявят не войну это нафига спрашивается но ответ на поверхность и чтобы ты страдал можем даже тут посмотреть город укрепленный но вряд ли там армия есть вообще в идеале вот он бы захватил и смог бы торговать с нами ой чудо красота была не жизнь а малину и теперь надо мобилизовать флот и нанять на им флота так и быть какой-нибудь шлюп чтоб нам он на этом же ходу мог уже у нас следующем собственно переправлять но говорят что шансы все у нас на победу 41 орудия бой будет все равно не такой уж простой можно отдать ему но поверит ли автобой и сможете он взять на абордаж того надо как думать а мне кажется надо биться до серия затянется сегодня но в любом случае надо надо разыграть эту партию надо здесь сейчас нам разрулить поляки опять же упрощает голландцем работу стоят на наших итальянских землях нельзя их сразу чик хотя останься здесь а эти корабли чуть погоной они будут параллельным курсом идти а мы на перерез то есть эти каравеллы нам бы взять боевой отряд стоит разума палубы у нас такого нет либо это технологиями открывается либо может это особенность данного корабля но вот как раз захватим и потом я думаю будет возможность проверить потому что дальше вам торговое судно индейц тоже идет без такой банды наверху ну собственно сегодня серия будет прям продолжительная давай 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 ветер сейчас по курсу но благодаря этому есть шанс у нас на самом деле его головное судно потопить то есть все их брать на абордаж естественно бессмысленно для нас там у него народу столько же как и у нас у нас сейчас огневая мощь и и чё не и и и и и и и и так идем 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 господа хорошие набираем обороты от этих в целом то важно только пару может залпов словить не больше но и и и и и Продолжение следует... 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 Так. Линейные корабли, такие как, например, корабль первого класса, это плавучие артиллерийские батареи. Они несут множество тяжелых орудий и способны вести огонь с любой позиции. Хотя они и не отличаются маневренностью, вступать в бой с линейным кораблем все равно что дразнить разъяренного тигра. Так, катавасия тут небольшая. Ну, они бегут. И, скорее всего, они быстроходнее. Такой поворот, конечно, меня не устраивает. Такой поворот. Встреча с линейным кораблем. Такой поворот. Встреча с линейным кораблем. Да, я тут ничего не могу им. К сожалению. Они уходят. Встреча с линейным кораблем. На всех парусах. Ну, что он, очевидно, сваливает. Встреча с линейным кораблем. Встреча с линейным кораблем. Встреча с линейным кораблем. Хотя, смотрите. Сейчас, в итоге, все разворачивается так, мол, что эти судна принимать решат сейчас бой. Так, индийцы вообще не лезят. Сюда как бы в замес. Если они хотят. Встреча с линейным кораблем. Подожди. Подходи. 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 Продолжение следует... 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 Но без парусов сейчас вообще бессмысленно это делать. Продолжение следует... Я ж тебе сказал... А, его уже не надо брать на бородаж, он задается. Понятно. О, этот возвращается. Продолжение следует... Продолжение следует... Этим кораблем маневрировать, конечно. И желание взять на бородаж... Мое вот это... Выльется мне, возможно, боком. Что за это? Тот вообще целёхенький бегает тут... Кабанчик. Ладно, стреляй. Продолжение следует... Вообще без матчи-то и оставили. Продолжение следует... Продолжение следует... Сдавайся. Сдавайся. Ой, блин. Ой, блин. Чё я делаю? Я этому бомжику отдаю приказ. Который он не должен выполнять и который он не выполнит. Точнее может выполнить, конечно. Только смысла такого нет. Был minimum. Далее. Сдались. Может идем на переход? Эти тоже сдались. Давай-давай-давай-давай на всех парусах. Вперед! Весело и дружно. У него паруса еще целые. Маленький и наивный. Маленький и наивный. Главное, чтобы вот это судно не потопили мне сейчас. Конечно. Хорош. Давай другим бархом ты развернешься. Че-то захрустели. Мачты, нет? Не, вы правильно, вы уходите. Так, все, с ним уже закончилась эпопея. Принуждаем сдаваться, чтобы, главное, никто не ушел. Остальное отремонтируем. То, что повредили нам судно, ну... Повредили. Не спорю. Ладно, ядра. Заряжайте ядра. Или все-таки... Еще не ядра. Блин, он... Правым бортом главное, чтобы зашел сейчас. Блин. Сейчас уйдет. Блин. Блин. Он примет бой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, стоим, смотрим Ждем Блин, ну вы тоже И своих, и чужих же положили По-любому сейчас, если этот залп дошел Ё-моё, моё судно пошло ко дну Ну ёшкин кошкин, ну Я потерял всё-таки один Хороший корабль Пятого ранга Ну что ты будешь делать, а? Точнее четвёртого ранга Ну это залп свой, картечью Идеально уже зашли Так, ну флейт Берём Флейт берём Это ещё и адмиральский был Ай, корабль Ну ё-моё Свои же потопили Подсидел кто-то по-любому Кто-то подсидел Грусть, печаль моя, таская Но такие вот дела Так, флейт Вариант хорошо защищённого торгового судна С прямым парусным вооружением Более быстрый, манёвренный, чем галеон Это корабль с хорошим ходом Иного нельзя ожидать от такой великой морской державы, как Голландия Исторически флейт ведёт своё происхождение оттуда Этот тип корабля и помог Голландии заслужить имя великих мореходов Его широко использовали голландские торговые компании А после переняли другие страны Для управления этими суднами Требовала сравнительно небольшая команда Для самообороны на его борту помещалась дюжина пушек Хотя их нередко оставляли на берегу Чтобы освободить место для дополнительного груза Корпус флейта в поперечном сечении был седловидным То есть выше ватерлинии был развал бортов А к палубе завал, чтобы уменьшить её площадь Такой хитрый дизайн помогал избежать налогов и пошлин Потому что датчане, к примеру, рассчитывали пошлины для судов Пересекающие проливы между Данией, Норвегией и Швецией Исходя из площади палубы Так что маленькая палуба помогала сократить расходы на пошлины А груз хранился в нижних отсеках и поэтому в счёт не шёл Пошлины же платить голландцам в любом случае приходилось, если они хотели участвовать в прибыльной торговле в Балтийском регионе Корабль очень, очень, очень плохо то, что я пустил на дно свой Пустил свой хороший корабль на дно И сам же пустил на дно Боюсь, было дело Но на этой ноте на сегодня всё, друзья мои Такая вот серия продолжительная получилась Немножечко, немножечко, самая малость Грустная в конце Адмиралт неплохо себя показывал до этого дня До скорой встречи, ещё будем учиться и победы в море нас зовут Всем добра, пока-пока